Привет! На связи Игромания, свежий выпуск All In. Меня зовут Даша Бунтина. Сегодня ты узнаешь о главных проблемах современных игр, почему стоит ждать Джудас новую игру от авторов Биошока, и почему конкуренция цивилизации не удался, а также как игры на PlayStation станут еще проще. Не забудь поставить лайк, подпишись и обязательно пиши комментарий. Мы начинаем! Глава Xbox Фил Спенсер выделил три проблемы видеоигр. Во-первых, высокие бюджеты ограничивают разработчиков, они боятся идти на риски и предлагать что-то новое. Теперь проектам нужны миллионные продажи, чтобы хоть как-то окупить затраты на производство. Во-вторых, это большие расходы на эксклюзивы, которые стали бессмысленны, так как игры ограничены аудиторией одной платформы. Ну и в-третьих, консольный рынок перестал расти. Устройства Xbox, PlayStation и Nintendo покупают те, кто уже имел консоли прошлого поколения, а новой аудитории почти нет. Фил Спенсер рассказал, что индустрия топчется на одном месте. Выйти из этой ситуации помогут снижение бюджетов и поиск новых путей. Также Спенсер несколько раз намекнул, что Xbox может выпустить больше своих игр на других платформах. Учитывая вчерашнюю новость о проблемах компании, звучит в принципе логично. Что ты думаешь? Я как вижу, мнения в сети, кстати, разделились. Кто-то активно поддерживает позицию Фила Спенсера, когда другие считают, что он подвел игровое подразделение Microsoft. Сегодня Marvel показала свою новую игру. Если точнее, ее представили к выходу ролика. Так как мы работаем над улыбным заранее, то на момент записи демонстрации еще не было. Возможно, только наш монтажер Никита успеет подставить правильные видеокадры. Поэтому давай поступим следующим образом. Я расскажу о том, что известно до официального анонса, а ты раскроешь официальные подробности уже в комментариях. Итак, новинка якобы носит название Marvel Rivals. По словам инсайдера, это будет экшен, похожий на Overwatch. Сюжет завязан вокруг зловещего эксперимента, повредившего пространство и время. В итоге Человек-паук, Алая Ведьма, Шторм, Халк и другие уникальные персонажи столкнутся в боях 6 на 6. Графический шутер напоминает смесь комиксов и стилистику Valorant от Riot Games. Интересно, что новинка может помочь Marvel зайти на территорию киберспорта. Так компания усилит развитие своего игрового направления. Посмотрим, будут ли на это реагировать DC и Warner Bros. Журналисты поиграли в Judas новую игру от Кена Левина. И в этот раз создатель Биошока подготовил историю о поврежденном космическом корабле. Его пассажиры оказались под угрозой гибели, а потому разделились на фракции. По какой-то причине они считают, что главная героиня виновата в проблемах судна. Чтобы выжить и восстановить репутацию, ей надо вмешаться в шаткий баланс группировок. Игровой процесс Judas сильно напоминает Биошок, поэтому фанаты серии почувствуют себя как дома. Но в этот раз история вышла более нелинейной. Одно прохождение займет около 15 часов, но разработчики уверены, что игроки потратят гораздо больше времени и за один забег не увидят весь контент, так как отношения с фракциями и сюжетные решения ведут к разным последствиям. Кстати, ты заметил интересную параллель? В играх Кена Левина у нас был подводный восторг, воздушная Колумбия, а теперь космический корабль. Несмотря на все, Judas никак не связана с серией Биошок. Стратегия «Милления» не смогла покорить игроков и журналистов так же, как это сделала цивилизация. Согласно сайтам-агрегаторам, критики ставят новинки от 5 до 7 баллов. Игра довольно простая и дружелюбная к новичкам. В ней чувствуется большой потенциал, но, увы, раскрыть его не удалось. Нациям не хватает тщательной проработки, развитие протекает слишком быстро, а генерация карт ограничена. Некоторые авторы написали, что игра может стать лучше с обновлениями. Боюсь, игрокам стоит готовиться к многочисленным платным DLC. А все потому, что «Миллению» выпустила студия «Парадокс». Она известна, например, по космической стратегии Stellaris. Но разработчикам придется хорошо постараться, потому что сейчас геймеры недовольны стратегией. Одни ругают неудобный интерфейс, устаревшую графику, сломанный баланс и многочисленные баги. К сожалению, на данный момент игра по сети почти не работает. При подключении возникают ошибки, а некоторые режимы как будто отключены. Ты, кстати, уже пробовал «Миллению»? Если да, то поделись своим мнением обязательно в комментариях. Сколько нужно площадок, чтобы удовлетворить каждого геймера? Всего одна, и это Case for Gamers. Пока другие магазины страдают от маленьких каталогов, ограниченных способов оплаты и долгих операций, здесь этого нет. Сайт работает как часы и даже предлагает индивидуальные скидки каждому пользователю. Для этого надо лишь связаться с продавцами в личных сообщениях. А чтобы покупки были еще выгоднее, используй промокод «Игромания». С ним ты получишь скидку в 20% по ссылке в описании. Авторы Baldur's Gate 3 постепенно переходят к новому проекту. Свен Винки, глава студии Ларин, не хочет застревать на одной игре, пусть и очень успешной. Сейчас команда занимается устранением багов и полировкой уже имеющегося контента. Например, авторы добавляют синематики в каждую злую концовку. Но никаких дополнений ждать не стоит. Разработчики пока не хотят раскрывать, что будет дальше. Ради этого они будут бороться с утечками и избегать любых намеков. Пока лишь можно предположить, что студия работает либо над продолжением основного сюжета Divinity, либо над развитием линейки Original Sin. Однако глава студии заявил, что разработчики готовят нечто такое, чего мы от них не ожидаем. И все же это будет такая игра, в которой фанаты сразу узнают почерк студии. Игры на PlayStation 5 станут еще проще. Sony работает над улучшенной системой видеоподсказок. До конца года ее добавят для всех пользователей консоли и мобильного приложения. Советы по прохождению смогут записывать не только разработчики, но и обычные игроки бесплатной подписки PS Plus. Опция появится в настройках. После активации она будет сама записывать действия игрока во время определенных событий. Затем видеоматериалы проверят модераторы. И если все хорошо, то ролики появятся в разделе «Справка об игре». От этой функции можно будет отказаться в любое время. Но это грозит удалением всех записанных видеосоветов. Список проектов, в которых будет такая опция, пока неизвестен. Но одной из игр, судя по демонстрации, станет Grand Blue Fantasy Re-Link. Блиц новости начнутся с трехлетия и Takes Two. За это время приключения купили больше 16 миллионов раз. А суммарную игру попробовало около 30 миллионов человек. Такая разница в числах образовалась из-за того, что для кооперативного прохождения нужен лишь один владелец игры. V-Rising получит кроссовер с Кослванией. События запустят 8 мая, когда состоится полноценный релиз игры. В ивенте геймеры сразятся с охотником на вампиров, за победу над которым дадут много ценных призов, включая культовый хлыст. Авторы Flintstock The Siege of Dawn показали 9 минут геймплея. В ролике представили несколько видов оружия, бои с монстрами и некоторые механики, вроде разбития лагеря. К сожалению, видео не содержит даты выхода, поэтому приключение выйдет когда-нибудь этим летом. Посмотреть полные демонстрации можно на нашем сайте. Apple раскрыла, когда проведет свою конференцию разработчиков. Мероприятие пройдет с 10 по 14 июня. Есть мнение, что на ивенте расскажут о планах кампании по внедрению и развитию искусственного интеллекта. Заодно интересно посмотреть, будут ли обсуждать видеоигры. Ведь на прошлой конференции был Хидео Кодзима, выразивший поддержку Apple. Sonic Heroes может получить ремейк. По словам инсайдера, обновления нового синего ежика выйдут на ПК и консолях, включая следующую версию Nintendo Switch. Игру якобы делают на Unreal Engine, а релиз запланирован на следующий год. По сети идет слух, что Педро Паскаль закончил съемки во втором сезоне The Last of Us. Учитывая, что производство началось недавно, игроки уже гадают, насколько сериал будет близок к игре. Если информация подтвердится, то Джоэл появится в одной или двух сериях. Blizzard добавила в Diablo 4 ретрейсинг. Теперь в игре есть правильное отражение лучей и повышенное качество теней. Вот только геймеры не считают нововведения стоящими. Кто-то вообще не заметил разницы. Зато на консолях в глаза бросается автоматическое ограничение на 30 фпс, появляющееся при активации новых эффектов. Космический хоррор The Calista Protocol лишился Denuvo. Игра тут же подверглась атаке хакеров и была взломана. На то, чтобы жуткое приключение лишилось защиты от пиратов, потребовалось почти два года ожидания. На этом наш выпуск подошел к концу. Смело пиши, во что сейчас играешь. Я таки играю в Forbidden West. И пока что у меня есть один вопрос. С каких пор Элой стала таким знатоком ковбоя, которая ходит и варла просвещает? А, слушай, ну в общем там то-то, 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 не знаю, получится ли. Пока кажется немножко душняво. Ну то есть как бы история классная, невероятно все красиво, круто, да, я обожаю эту игру, но вот этот наставнический тон, и типа она уже все, она все увидела в этой жизни, как бы немножко напрягает. Вот. Ну и попробовала поиграть в паучка, не пошло. К сожалению, как бы что-то мне кажется, ну очень уж как-то неинтересно и просто. Все. На этом точно закончили. Пишите комментарии. Опять пишите, что я делаю вид, что играю в игры. Буду ждать. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok